Ваша цель воен юрист второго ранга Рокотов Иван Григорьевич. Рокотов Мирский, но вы капитан, немедленно доложите, по какому поводу был арестован Рокотов? Капитан госбезопасности Шмелев. Уверяю вас, никакого ареста не было. Послушай, Света, мой приезд в Киев связан не только с координацией работы вашей группы. В Москве есть мнение, что в НКВД или в прокуратуре работает немецкий агент. Я должен его найти. Поподробнее. А вот подробности я ищу. Иди, Света. Слушаюсь. Погонь! Давай, мужики! Засаду нас заманил! Вот, ну! Руки! Иди, Света, мальчик! Высложай скорую! Быстро! Аня, как же ты? Сару, держи. Нет, крепче. Держи. Аньчика, держись. Ну, мало. Сейчас, скорее будет. Двое. И на белочку. Что? Найдется. Что? Охотник. Видите, дело не терпит отлагательств. Золото должно быть найдено за сорок восемь часов. Именно поэтому было принято решение сформировать следственную группу в составе сотрудников НКВД и военной прокуратуры. Майор. А кто она такая? Ольга Владимировна Сидоренко. Секретарь секретной комиссии при полиобородце КВКПБ. А что это за комиссия? Лучше вам не знать, Светлана Петровна. Ольга Владимировна Сидоренко. 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 Что вы можете все-таки сказать о полежае? Этот человек жил у вас практически два года. Один год и восемь месяцев. Замкнутый, скрытный. По вечерам часто что-то писал, но когда уходил из дому, все забирал с собой или прятал. У него был такой большой желтый портфель, он без него никуда не ходил. Желтый портфель. Я пять лет сдаю комнаты и правила в отношении подозрительных постояльцев у меня хорошо известны. Я полежаю, вы тоже докладывали. Только о нем самом. Но не о его посетителе. То есть вы скрыли имя человека, который к нему приходил от госбезопасности? Это был человек из вашего ведомства. Мишка. 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 творится. И потом они предъявили документы. Их фамилии? Звания. Я приказывал всех проверять. Они предъявили документы, усыпили бдительность. Поэтому никто из милиции не дернулся. Послушайте, я четыре операции сделал, понимаете? Я, я, и потом это же НКВД, я подумать не мог. И вот товарищ правильно говорит, они предъявили документы. Извините. Все три раны очень похожи на рану Лазаряна. Валентина убили, пока он спал. Думаю, да. Их наверняка кто-нибудь запомнил. Здесь же столько людей. Нужно опросить сотрудников. Важна каждая мелочь. Красюков, скачком! Вы еще говорили, что эти твари не могут нацепить форму НКВД. Что форму подделать, что ксиву расплюнуть. У Чихонца в городе все схвачено было. Чихонец на тот момент был уже мертв. Значит, дружки его. Вряд ли они документы подделывали. Сейчас останавливают на каждом шагу. Да. Сейчас с поддельными опаснее ходить, чем без них. А скажите, Чихонец мог убить человека, задушив его струной? Чихонец стреляет хорошо. Ну, что в душе их нет. Не его это стежит. Кого убили? Помощник по Узаряну. Думаю, в этой банде бандиты и чекисты орудуют совместно. Ни один, кто в законе, на это не пойдет. В любом случае, у нас единственная зацепка поддельных Чихонцев. Вам надо найти его любой ценой. А мы пока съездим к Потапову, проверим сотрудников, причастных к отправке груза. Где его носят? Сбегай. Ехать пора. Дяденька, дяденька. Дяденька, дяденька. Дяденька, дяденька. Твоя бумажка? Моя? Ты кто такой? Тебе же вроде объяснили, что место и условия встречи выбираешь не ты. Говоришь, что надо и проваливай. Тобой недовольны. Ведешь себя нехорошо. Орешь на подчиненных, это раздражает и бесит Рокотова. Ты работаешь с ним по одному делу. И вместо того, чтобы войти в доверие, ты настраиваешь его против себя. Я знаю, что делаю. Что-нибудь еще? Елагина спит с Рокотовым. Это можно использовать. Чушь. Водитель Рокотова раскололся. Уже весь гараж знает. А вот это уже интересно. Николай Матвеевич. Я вижу. Она тебе не безразлична. Знаешь, что с ней будет? Если ты вздумаешь чудить, мною недовольны. Это вами недовольны. Это вы тут устроили. Черт знает что. Конспираторы хреновые. И твоему хозяину совсем мало осталось. Поэтому, если не хочешь загреметь вместе с ним, будешь слушать меня. Понял? Кто он? Я его никогда не видел. Где вы встречаетесь? Он оставляет записки на Ямской. Там старая баня. Ближе к магазину окно. А в втором ряду снизу кирпич вынимается. Вы живете вместе? Я проверю. Ты, я смотрю, парень умный. Поступишь правильно. Комендантский час не нарушать. По вечерам быть дома. Я сам тебя наведу. Живее, живее! Получается, на момент ограбления алиби нет только у Шмелеву. Это серьезно, товарищ майор. Я еще раз повторяю, товарищ Рокотов. Капитан Шмелев прибыл к нам из Центрального управления. А проверки там сами знаете какие. Расскажите мне о нем. Отличный командир. Между прочим, герой гражданской войны. Его тоже позабавило, когда вы обозвали его обозником. Кстати, я не понимаю, почему не нашли общий язык. Вы с ним очень похожи. Это интересно. Шмелев Денис Михайлович. Родом из станицы Екатерининской, от Накубани. Казак. Да не просто казак. Екатерининская поставляла пластунов еще в царскую армию. Предки Шмелева участвовали в японской и турецких компаниях. Сам он служил в уманском пластунском полку 1-й кавказской дивизии кубанского казачьего войска. В 19-м году перешел на нашу сторону. Воевал на Украине под командованием легендарного комбрига Сомова. Лично взял 16 языков. С 24-го года служит в органах НКВД. Два года провел в северных лагерях на Соловках. Когда именно он был в лагерях? Так, с 37-го по 39-й год. Все мы родом из северных лагерей. И не подумайте, что служба там сахар. А я и не думаю. Ну что ж, как видите, подозревать Шмелева пустая трата времени, которого у нас не так много. Я был в банке. Мне сказали, что ваши сотрудники арестовали всех, кто знал об отправке золота. Ну а как же. Мы без дела не сидим, товарищ Рокотов. Я бы хотел с ними пообщаться. Товарищ военный юрист 2-го ранга. Кого мне привезти первым? Либмана. Есть. Мишко! Пластун, пластун, пластун. Все мы родом из северных лагерей. Войдите. Проходим. Свободен, боец. Есть. Нет, нет. Вы присаживайтесь, Михаил Маркович. Расскажите мне все, что происходило в день отгрузки золота. И поподробнее. Утром прибыли 4 машины. Золото уже было погружено в ящики. Я лично их опечатал. 4 машины? Да. Нет. Сначала 3. А потом еще одна. И у них еще водитель был такой военный. Просто военный. Не из органов. Помните, как он выглядит? Я не присматривался. Я только вышел, а товарищ Лазарян меня сразу прогнал. Что можете сказать об этом? Позвольте? Пожалуйста. Ну да. Да. Это номера ящиков со слитками. Я же лично их опечатал. Я помню. В каких машинах шли эти ящики, знаете? Я не знаю. Я ж говорю, отгрузкой руководил лично товарищ Лазарян. А там был он и водители. Нет, еще был конвой. Да, конвой. А я только выглянул, а он меня прогнал. Товарищ следователь, я ж ничего не видел. Пожалуйста, у меня дети. Папа, разберемся. Ой, какая хорошая девочка. Умничка не по годам. А кушает как хорошо. Ну, а моя ласточка. Это ваша родственница. Нет, Любанька, кушай, кушай. Люба, она свидетель по делу об убийстве. Супостатов видела, а здесь я ее прячу. Поэтому, Любаня, я должен знать о всех чужих в доме. Значит так, Григорий Иванович, я сейчас в десятую квартиру к Люське с Олькой и в шестую к тете Целли. Вы знаете, мимо Целли мышь не проскочит. А вы, пожалуйста, из кухни не на шаг. Слушайся. Еще вареников подложить? То, что водитель четвертой машины вылазит в военную форму, ни о чем не говорит. Сейчас так полгорода ходит. А вот наличие лишней машины, это уже интересно. И не только это. Из всех сотрудников НКВД, знавших об отправке в золото, алиби нет только у Шмелева. Да и сам Шмелев оказался интересным кадром. Слышала когда-нибудь о пластунах? Пешие казачьи части царской армии? М-м. Мастера разведки и диверсионных операций. Их готовят с детства, и в армию они уже приходят подготовленными бойцами. Прекрасно владеют холодным оружием. Хочешь сказать, что Шмелев? Он потомственный пластун. Кстати, служил под командованием нашего старого знакомого, комбрига Сомова. Интересно. А с 37 по 39 был в Соловках. Улавливаешься здесь? Чухонец. Сидел там уже, в то же время. Они могли быть знакомы. Вот сейчас это и выясним. Здравия желаю. Честь с оружием не отдают. Хорошо. Ты вопрос слышал или нет? Вот, знакомьтесь. Остапенко Мария Сергеевна. Известная воровка и баруха Чухонца. А ты меня за руку ловил? Я с отцом работаю. Что ты меня лепишь? Ну скажи, из каких это пор у вас на железной дороге зарплату рыжьем платят? Старлей, разреши мне с задержанной поговорить? А к тебе пару вопросов у Соклана Тром есть. Все она знает. К стенке ее сучка. И в расход. Вы не волнуйтесь, Ван Григорьевич не таких раскалывал. Вы мне лучше расскажите о деле Чухонца. Когда он сидел в Соловках. Так сразу и не вспомнишь. Надо дело поднять. Пойдемте в архив. Не беспокойтесь. Больше вас никто пальцем не тронет. Возьмите. Мария. Сергеевна. Мария Сергеевна, с кем из сотрудников НКВД общалась Чухонец? Да вы что? Чтобы Вася связался с НКВД? Себе дороже. А у них разговор короткий, сразу к стенке. Не то что этот. Мильтон. Дергачев? Я случайно услышала. Он Васю прихватил на чем-то и деньги с ним утянул. А на чем прихватил? Не знаю. Когда я поняла, чем Вася занимается, отворот ему дала. Мне не нужны его цацки. Я любила его. И давно у Василия были дела с Дергачевым? Ну, вроде с полгода. Я случайно услышала. Но по району давно судачат, что сучный он. У кого хотите, спросите. Конвойный. Только вы не выдавайте меня. Не беспокойтесь. А колечки заберите. Убедите. Ну что, раскололась? Похоже, и правда, она ничего не знает. Да знает она. Хитрит, ухватить не за что. А что, в уголовной среде принято своих любовниц во все дела посвящать? Ну, вот чувствую, что знает. И все. Ну, чувства к делу не пришлешь. Нам нужны доказательства. Так что отпустите ее. И приставьте за них вот. Я посмотрела дело Чухонца. Он освободился уже в 38-м году. Надо еще посмотреть, где Шмелев служил, в каком лагере. Ну, узнай. Поезжай в НКВД. Спросишь у дежурного, где он. Попытайся внедриться к нему в группу. Будет возмущаться, скажет, что действуешь по личному распоряжению Сидоренко. Хорошо, а ты? Мария сказала, что Дергачев покровал какие-то делишки Чухонца. Наверняка ж не бесплатно. Ты вот так сразу поверил воровке? Да она просто мстит за приуху. Я не поверил. Рассматривая все варианты. Наш убийца мастерски владеет колечем оружием. А вспомни, как Дергачев обращался с Шилом. Они ее в рукаве носят. Урки. Очень часто так делают. Я таких рано видел, переведел. И потом имена он упустил в подельника Чухонца. Ушел, гнида. Там целый лабиринт. И в перестрелке. Я только сейчас вспомнила. ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ И в больнице. Ему даже не понадобилась сопреобидительность сотрудников. Они знали его и могли подпустить к себе. Доктор сказал, что приходили чекисты. Но чекисты могли прийти и до Дергачева. Форма НКВД слишком бросается в глаза. А вот в штатском и с учетом того бардака, который творится в госпитале, можно было пройти незамеченным. И Шмелева. Мелев сбрасывает со счетов. Поезжай, Свет. Только будь осторожней. Переживаешь за меня? Поезжай. А когда мы к парке поедем? А завтра и поедем. Прямо с утра. А сейчас, Нюсенька, ложись спать. А мне Анюта всегда колыбельную пела перед сном. Чтобы я быстрее уснула. Так, Нюсенька, я колыбельных песенок-то не знаю. У меня ведь все служба да служба. А хочешь, я тебя научу. Научи. Запоминай. Запоминаю. Хойда, 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 Иде баба с горба, Иде баба с горба, За плечі моторба, А у торбі калачи, Щоб спало дитя вночі. Хойда, 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 хойдаша, Деко била там лоша, А по била в лисі, А лошатку в стризі, А по била слива, А лошаря поедем, А чайно буде, А в рішовту, І все, Дай заправку. А у тrose. Запомнил? Не запомнил. Вот чайку? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто? Я Чухонзе. Если ты вылупился, крюка позови. Ты что, неясно сказал? А ты болеет. Ты куда прешь, морячок? Стоять, не двигаться! Стоять, не двигаться! Фу! Полыно! Полыно убери, начальник! Ты говоришь, я на рамсе побуду, без бакланки. Ввалился, сходу мало оттачил. Вот мы дупля и не отстрелились! Сиди отсюда. Сюда иди. А вы как здесь? Это я тебя хочу спросить. У Мишки дочурка делась. Позавчера ее из роддома забирал. А сегодня я его на смерть послал. Пискулиты хватит уже! Вот я и подумал, что больше из-за меня никто умирать не будет. Чухонец здесь сошивается. Про фура это его, Маруся, она все знает. А она сказала, что Чухонец твой стукачок. Сучина вы из меня сделать хотите? Ну-ка, посвяти нашего товарища военюриста. Он же в наших делах не шурупает. Только нормально говори по-людски. Васька вор правильный. Он с легавыми с роду дела не имел. А с НКВД? Ты пойми, это наши законы. Правильные, а не советские. На власть шестерить за подло. В общем, если Золотова не найдем, все по трибуналу. По ускоренной процедуре. Ты когда Чухонца последний раз видела? Так давно уже. Маруська уже год каким ураган оставляет. С Ленкой-музыкантом. Погоди, музыкант. С Глубоческой, что ли? Он же завязал. Завязал. Но ко мне регулярно заходит. Ну так, в картишке перекинутся. Вот и вчера вечером заходил. Он с ним играл. Что за музыкант? Музыкант. Поддельник его. Дело об ограблении ювелирного на подлое 32-й год. Они потом вместе срок тянули. Кстати, вы спрашивали, кто был мог струной задушить? Музыкант мог. Что скажешь о музыканте? Ничего. Ты слышал, что он сказал? Если мы завтра золото не найдем, ты не представляешь, что я с тобой сегодня сделаю. В натуре бакланя. В бру мы с ним перекинулись. Дальше! Он мне семь косыслых, три сразу отдал, остальные обещал, завтра вернусь. Откуда у него такие бабки? А я откуда знаю? Может, бензин продает? Он же теперь мобилизованный. Он же на этой, на полуторке красной армии шеферит. Ой-ой, ах, есть чем поживиться. Ну, теперь кое-что проясняется. Давай их туда. Встал. Ты чего сидишь? Быстро! Значит так. Золото из банка вывозил человек в форме на военной машине. И подельник, чухонца которого мы его пустили, тоже был в форме. Это музыкант. Он же задушил струной помощника Лазаряна. Деньги он зарабатывает не на бензине. Это они аванс получили, а завтра получат расчет. А вот это значит, что золото еще в городе. И вывозить они его будут именно на машине музыканта. Как же ты его тогда упустил? Да я его пять лет не видел. Я же говорю, завязал он. Да ну ты глянь, ну, совсем забыл. Опрос людей из госпиталя. Ребята составляли словесный портрет этих чекистов. Это бесполезно. Там такие приметы. Каждому подойдут. А вот и не каждому Шмелеву не подходит. Их ходят с тростью. Вот это интересно. Нюся тоже говорила, что один из них был хромой. Значит так, срочно узнай, как в участие служил музыкант. Понял. С этими разберешься? Еще бы. Григорий Иванович, может супчику горяченького? Спасибо, Любаня. Не полезет. А вот водочки я бы выпил. Найдется? Да конечно найдется. Конечно найдется. Любаня, я когда Нюсеньку-то первый раз увидел. Да. Вздохнуть не мог. Так она похожа на мою галочку. Ну, когда она маленькая-то была. Одно лицо. И голос. И все. Ой, да не переживайте вот так. Поймают гадов. Ей-богу, поймают. Поймают и она уйдет. А я... Ай... Ну что? За Нюсеньку, а? И за батью ее. Хороший мужик. Летчик. А я... Ну все правильно, Любаня. Доня должна жить с отцом. Все правильно. Летчик. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Дежурная машина. Срочно. Есть. За эту операцию отвечаю я. Товарищ военный юрист второго ранга, я не знаю, какие полномочия дала у товарища Сыдоренко, но ваша сотрудница, она же, она же мешает следствию. Машину мы обнаружили, когда было еще темно, а они туда всей толпой. А там следы. Куда нам спешить? Машину мы нашли. Спешить-то как раз надо. Золота в этой машине нет. Как нет? НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Держите золото! Нашли что-нибудь с нам, Петров? Нельзя от Вальтера. Вальтер... У Чихонца был Вальтер, когда они напали на нас возле квартиры Ожогина. Нергачев говорил, что Чихонец был отличный стрелок. В машине два трупа. По выстрелу на каждого хороший результат. А золото в машине у музыканта. Эту они отправили для отвода глаз, чтобы подмены никто не заметил. Мазарян лично следил за подрузкой. А зачем было угонять машину, набитую камнями? На аэродроме их ждал армейский конволь. Он должен был проверить содержимое перед тем, как взять под стражу. Угнав машину, они выиграли время, заставив нас искать пустышку. Санкт-Петрон, нашли еще что-нибудь? Следы. Вот здесь водитель выбегнул из машины. Побежал к дереву, расчищать дорогу. Вот там он упал. Выстрелы услышал и убежал тварь. Да, он убежал, вон туда. Но что самое интересное, преступник вышел из засады, вон его следы. Подошел к сопровождающему и Камазин вышел к нему навстречу. Следов борьбы нет, они просто говорили. Возможно, они знали друг друга. Зачем они через лес поехали? Сократили путь. Возможно, идея чья была. Водителя вашего, монету, которую мы нашли, он их в засаду заманил. Нет, не водителя. Дальше они побежали вдвоем. Смотрите, видите, где мыски, земля более вмята, и расстояние между следами увеличивается. И они убежали, вон туда. Выходит, Камазин – сволочь редкая. Я знал его еще, пасив лагерям. Он был за панибрата с блатными. В каком лагере вы служили вместе? На Аньзерском острове. Ну что, пройдем дальше по следам. Петруха, Петруха. У него мать осталась больная и две сестренки. Он был верующий? Не знаю. Монетка памятная была. Скажите, капитан, вы не слышали от Камазина поговорку «И на белочку найдется охотник»? Да, это его поговорка. И на монетку мог позариться. Жадный мне, да. В общем, картина ясна. Камазин привлек дело Чихонца. Они знакомы были по лагерям. Тот, в свою очередь, позвал своего дружка, Леньку, музыканта, который, в свою очередь, от дел отошел и служил водителем в одной из воинских частей. Если музыкант отошел от дел, почему он согласился? На куш богатый повелся. К тому же, музыкант закрутил роман с Марусей. Чихонец об этом не знал. А девушка за этот период к подаркам дорогим привыкла. В общем, деньги ему были нужны. Но где же золото? Думаю, еще в Киеве. Пока вы искали машину, мы выяснили с Дергачевым, что они получили крупную сумму денег. Скорее всего, окончательный расчет. Осталось только вывезти золото и поделить барыши. Но мы еще не знаем второго офицера, который был с Камазиным. А может быть, это был уголовник переедет и форму НКВД? Не стоит из одной сволочи бросать тень на все управление. Возможно. И дочь Ожогина и сотрудники госпиталя говорили, что видели убийц переодетых в форму. Один из них был с тростью. Вы, кстати, не видели такого? Нет. Ясно. Но все равно будьте осторожнее. Найдите Потапова, постарайтесь перекрыть все выезды из города. Да, кстати, учтите. Музыкант коренной киевлянин не поедет через центр. Будет выбираться окольными путями. Есть. Фишман. Ну что, а мы с тобой к Дергачеву. Надеюсь, он уже выяснил, в какой конкретной части служат музыканты. Если они уже уехали, мы их не догоним. Тогда тут что? Мы найдем их. Все будет хорошо. Верь мне. Женщина, успокойтесь. Григорий Иванович! Чужой! Ацелия молодец. Еще так в подъезд заходил, а она уже в батарели постучала. Отставить, Илья отпусти его. Это наш сотрудник из прокуратуры. Ну и оборона у вас, Григорий Иванович. А что случилось, Александр Петрович? Меня Федин прислал. Вчера днем в больнице убили подполковника Ажогина. Ажогина? Надо как-то дочке сказать. Нюхся. Нюсенька. Нюхся. Донюшка, ну не надо. Ну не надо, девонька. Девонька, ну не надо. Доня. Нюхся. Нюхся. Да! Здравия желаю. Как успехи стали? Кисло. Ушла Маруся. Я говорил, нельзя ее было отпускать. Я же говорил, хвост выставить. Так обхитрила она этот хвост. Что с музыкантом? Музыкант… Служил он вот в этой части. Потом дезертировал. Вместе с машиной, которая возила золото. Его, конечно, можно сейчас искать, но это бесполезно. Инженерная? А что за адреса? Адреса домов, которые обслуживала эта часть. Что значит домов, которые обслуживала часть? Ну вы и видели, развозили ящики по подвалам. Вот. Здесь дома Лазарина. Выезжаем. Нужны еще люди. Дежурный, срочно машину и группу на выезд. В одну шеренгу становись. Равняйся. Смирно. Товарищ старший лейтенант, группа захвата для выполнения задания построена. Командир группы – сержант Воробушкина. Вольно. Это что, шутка? А больше нет никого. Ночью почти весь личный состав перебросили в Беличь. Там немец контруп отверг. А этих два дня как призвали. Мы справимся. Верится. Отделение нельзя оставить без охраны. Задержанные в отделении есть? Восемь человек – рецидивисты. Сержант Воробушкин. Я. Приступить к несению караунной службы. Есть. Направо. Шагом марш. Вольно. Ничего, справимся. Отбой, езжай в гараж. Слушаюсь. Открывай ворота! Когда мне сказали, что Маруся ушла от слежки, я встретился с ее квартирной хозяйкой. Так вот, хозяйка рассказала, что музыкант у них часто ночевал. А вчера денег принес, расплатился за два месяца. Хороший аванс она получила. А еще она сказала, что слышала, как они договаривались встретиться сегодня на вокзале. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Там пустые ящики. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бензин, динамит. Они завозили это во все дома. Они что, собираются взорвать весь город? Видимо, это неизбежно. Музыкант воспользовался минированием, чтобы спрятать здесь золото. А вывезли они его буквально пару часов назад. Зачем было ждать именно сегодняшнего дня? У них есть машина. Могли вывезти в любой день. Они знали, что мы будем искать именно машину. И перекроем все автодороги. На чем уж тогда? На чем угодно. На поезде. Маруся собиралась встретиться с музыкантом на вокзале. Быстро на вокзал. Капитан госбезопасности Шмелев. Старшина. Мне нужно двое ваших людей. Есть. Удалось что-то выяснить? Вокзал закрыт. Майор Потапов заказал спецпоезд во вход обычной процедуре. Вот-вот его должны подать на запасные пути. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нужно их окружить. Слон тронуть. Впереди бойцов и обходить пути с противоположной стороны. Будете гнать этих на нас. Я проберусь через склады, буду слева. Дергачёв, Шмелёв, оставайтесь здесь, ждите сигнала. Сигнал – выстрел товарища Елагиной. Потаповую и Камазина брать живыми. Идём. Есть. Живей, 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 живей! Мы готовы. Будем отправляться. Да. Уйдут. Стой! Хм, quart. А! Чёрт! Шмидов! Давай договоримся, слышишь? О чем? Слушай, если меня возьмут, я наобчать не буду. Все расскажу, все. Ну! Договорились. Выходи. Ну? Ну, уйдешь через клады, да? Да. А-а-а! Ну, ну, ну. Не так быстро. Интересное оружие. В ножны! Бросай! Толкай сюда! Пошел! Толкай сюда! Шевелись! Кто стрелять начал? И я. Они закончили погрузку и могли уйти. Ясно. Постойте. У меня не было другого выхода. Идите. Ладно, для Зибунала и Камазина хватит. Не знаешь, откуда у него такая вещица? Заключенные в лагере делали подобные вещи. Может быть, оттуда? Приложен к рапорту. Ему били Лазаряна и ребят из госпитала. Есть. Ну, как ты? Царапина жить буду. Все взяли? Барусь ушла. Я ее достану, сучку. Поправляйте, Старлей. Водителя не жалко было убивать? Да это не я. Это чухонец. Не доверял мне, сука. Пистолет в башке приставил. Чуть мальца не упустил. Правда, потом сам ошибку исправил. Садил ему пулю на ходу. Ну, а еще это. Дукачев он из гроба стал. Как же ты их в засаду заманил, если у тебя был приказ не отклоняться в маршруты? Часы перевел. Сказал, что опаздываем. А там только одна дорога была, где срезать можно. Гнида. В машину его. Не могу понять, как майор Косбезопасности мог уподобиться обычным уголовникам. Убить столько людей за денег. В тот момент, когда немцы вот-вот пойду в Киев. НКВД сейчас дали большие полномочия. Вот у многих и началось головокружение. От вседозволенности. Тех, кто шел в бой за революцию, практически не осталось. А на их место пришли такие, как Потапов. Прикрываются громкими лозунгами. Молодежь-то верит в непогрешимость решений тех, кого партия поставила на эти должности. Товарищ Мирский, вот документы из архива. Спасибо. Аккуратно. Ну, черти. Ну, молодцы. Молодцы. Сейчас же пойду готовить наградные документы. Ну, а тебя, Рокотов, отмечу особо. Молодцы. Спасибо. А с вами, товарищи Лагина, я буду разговаривать позже. Лично. Ты спрашивал меня тогда. Ну, и вообще я знаю, что про нас с Колей слухи разные ходят. Так вот, мы родные брат и сестра. Ну, да, просто и от второго брака мама. Поэтому и фамилии разные. Светлана Петровна, пару подписей нужно поставить. Надеюсь, не расстреляли. Ванечка, я рада, что меня ошиблась с тебе. Если бы ты не выполнил задание, я не знаю, я не смогла бы тебе вынести приговор. В 39-м ты смогла. Ты же ничего не знаешь. В 39-м мы с Мирским тебя спасали. С Мирским? Спасали? Да. В московской прокуратуре стало известно, что ты пытаешься обелить свою жену в шпионку. И уже готовили обвинение. Поэтому Мирский уговорил тебя написать на меня донос? Да. Потому что всем было известно твое отношение к заговору Тухачевского. Но одно дело болтать по пьянке и совсем другое участие в шпионской организации. Ванечка. Я это сделала, потому что я люблю тебя. А просто нельзя было об этом сказать. Они интриги плести. Семен Георгиевич, мне бы характеристику на Роктово хочу Ивана к награде представить. Фотографии изучаете? Да нет. Вспоминаю, боевых товарищей и многих нет уже. А сколько еще до конца Ванна их не станет. Кто это с вами? Ося мой друг. А фамилия? Балишаев. У нас новое дело. Судя по заключению эксперта, обычное самоубийство. Что-то произошло с Светланой Петровной. Почему вы так решили? Да и радым он был. Сущим. Значит, версию убийства вы не исключаете. Чем же вы Светлану Петровну-то обидели, Иван Григорьевич? Сам не понимаю. Как будто черная кошка между нами пробежала. Интересно. Что интересно? Ты ставишь нас под угрозу. Неужели ты до сих пор не понял, что Светка не из тех людей, которые в тылу отсиживаются? По законам военного времени. Премьера многосерийного фильма. Завтра. После. Продолжение следует...